Нур-Султан превратился в настоящую зимнюю сказку. Десятки украшенных елок, катков, горок и ледовых городков появились в столице Казахстана. Мы проехались по городу и узнали, какие места самые популярные среди населения. Пока одни продолжают доедать салат из праздничного стола, другие, несмотря на морозы, выбирают активный отдых. И здесь пальму первенства занимают горки. Вооружившись плюшками, катаются как дети, так и взрослые. Больше всего людей собирается на набережные реки Исиль. Тут очень красиво, хорошо. В этом году сделали. Прям так весело, на душе приятно. Каждый год мы везде ездим на другие тоже горки. Но здесь нам больше всех нравится. Все-таки это наш старый город, наш Ишим. В этом году построили большое количество горок. Наверное, это связано с тем, что карантин. Людям нельзя кучками собираться. И для этого сделали большое количество горок на набережной. Наверное, в два или в три раза больше, чем в прошлые годы. Для сноуборда построили новую горку. Даже не горка, а целая трасса для сноуборда появилась у жителей столицы. В самом центре Нур-Султана построили сноупарк, площадь которого превышает 700 квадратных метров. Это одна из первых площадок для зимних экстремальных видов спорта в Казахстане. Очень классно, что в Нур-Султане появилась площадка для джибинга, где ребята могут развиваться. И мне кажется, что если все будет делаться правильно и дальше будут вкладывать ресурсы в данное направление, то, я думаю, 5-10 лет и уровень именно джибинга будет намного выше, чем в Алматы у нур-султанских райдеров. При этом организаторы обещают, что в будущем тут появятся также и горки для массовых катаний. Кстати, в этом году в столице с активным отдыхом все достаточно неплохо. Только больших горок в Нур-Султане около 30 и практически в каждом районе города. А если вы любители коньков, то вам на ледовые катки. Месяц назад свои двери распахнула новая площадка на Экспо. Кстати, она бесплатная. Подобные катки под открытым небом работают на площади Хазах-Еле, Ботаническом саду, УТРЦ, Ханшатыр и в столичных парках. Особой популярностью пользуются тематические зимние городки. Посетив триатлон-парк, к примеру, можно окунуться в атмосферу популярного сериала «Игра престолов». Ну а насмотревшись на оформление, можно вдоволь покататься, как на коньках, так и на горках.